Кто будет расследовать крушение Боинга 737, попытка переворота в Абхазии и военные учения в Крыму? Об этом не только прямо сейчас в выпуске в студии Татьяна Резвин. Один защитник Украины ранен на Донбассе с начала суток. Боевики дважды открывали огонь по украинским позициям, сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Били оккупанта из гранатометов и стрелкового оружия. Обстреляли российские наемники Павлополь и Хутор Вильный. Тайные версии. Три предположения по крушению Боинга 737 в Тегеране пока закрыты, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии для украинского издания. Четыре версии есть в открытом доступе. Одна из них, в частности, поражение самолета российской ракетой зенитного комплекса Тор. По словам Данилова, информация о том, что ее обломки нашли возле места катастрофы, уже есть в интернете. Также причинами крушения могут быть столкновения с беспилотником, техническая неисправность лайнера и теракт. Украинские эксперты начали расследование причин крушения Боинга 737 в Тегеране. Их уже допустили к месту авиакатастрофы, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Фейсбуке. 45 украинских специалистов прилетели ночью. Их задача, в частности, идентифицировать тела погибших граждан Украины и проверить, соблюдались ли нормы безопасности на борту. Кроме Украины, Иран привлечет к расследованию другие страны, в частности США. Об этом сказано в предварительном отчете иранских следователей. Черные ящики Боинга 737 повреждены. Часть данных утеряна, утверждает комиссия по расследованию. Там установили, что лайнер исчез с экрана в радар в момент, когда достиг высоты почти 2500 метров. Пилот не связывался с авиадиспетчером, о помощи не просил. Иранские следователи отметили, Боинг загорелся еще в воздухе. Они ссылаются на рассказы свидетелей катастрофы. Самолет, который изначально направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, столкнулся с проблемой. После чего он развернулся вправо и на момент крушения направлялся обратно в аэропорт. Пилот не сообщал диспетчеру о нештатной ситуации. На борту самолета перед крушением возник пожар. Что могло быть причиной возгорания, пока не установлено. Боинг 737-800 международных авиалиний Украины, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли все находившиеся на борту люди. Это 176 человек – граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Лучшие специалисты Великобритании присоединятся к расследованию крушения Боинга 737. Об этом премьер-министр страны Борис Джонсон сказал президенту Украины во время телефонного разговора. Владимир Зеленский выразил соболезнования, передал слова о поддержке родным и близким граждан Великобритании, которые были на рейсе Тегеран-Киев. А также заверил, Украина сделает все, чтобы провести прозрачное и всестороннее расследование для выяснения причин авиакатастрофы. В свою очередь Тегеран предоставит украинским экспертам оперативный и полный доступ ко всем данным по крушению самолета, сказал президент Ирана Хасан Рухани, президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре. Главы государства обсудили расследование авиакатастрофы. Зеленский надеется, Тегеран будет содействовать Украине в расследовании. Также он выразил соболезнования родным граждан Ирана, погибшим во время крушения Боинга. Также Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани. В авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране погибли четверо граждан этой страны. Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пообещал предоставить Кабулу все результаты расследования трагедии. Американские комплексы противовоздушной обороны не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн-Алясад. По данным информагентства Тасним, силовики использовали новейшие баллистические ракеты, оснащенные разделяющиеся боеголовками и системой подавления активных помех для радаров. В сети появились кадры разрушений на американской базе. На них видны разбросанные по территории обломки конструкций и практически полностью разрушенные здания. 20 человек погибли, 24 ранены в результате аварии в иранской провинции Мазин-де-Ран. Автобус на скорости 90 км в час съехал во враг и перевернулся. По предварительным данным, у него отказали тормоза, но пока точная причина аварии неизвестна. На месте работают следователи, медики доставили пострадавших в больницы. Серия взрывов прогремела на нефтеперерабатывающем заводе в республике Коми. По предварительной информации, пострадал один человек. Он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести. Огнем охвачены тысячи квадратных метров предприятия. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности. Персонал эвакуировали. Причины пожара пока неизвестны. Попытка переворота в непризнанной республике Абхазия. Там захватили администрацию президента, предварительно выбив окна и выломав двери. Протестующие настаивают на признании сентябрьских выборов недействительными. Согласно данным местного избиркома, тогда ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, но победителем признали Рауля Хаджибу. Бывший военный возглавляет Абхазию с 2014 года. После российско-грузинского конфликта 2008-го республику признали сама Россия, Сирия, Венесуэла и еще несколько государств. В документах ООН Абхазия до сих пор рассматривается как территория Грузии. И очередное нарушение международного права в Крыму. Владимир Путин приехал во временно оккупированный полуостров на военные учения Северного и Черноморского флотов в Черном море. Там провели стрельбы в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В учениях задействовали более 30 кораблей, подводную лодку и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Марафон писем для узников Кремля шестой год подряд проводят активисты. В застенках России и оккупированного Крыма 2020-й встретили как минимум 87 незаконно осужденных граждан Украины. Строки со свободы для них – главная поддержка и напоминание о том, что о них помнят и ждут на воле. Любовь Задорожная продолжит. Это уже я пишу, как с тобой связаться, но это понятное дело, что обратной связи мне никто не ответил. То есть я в Краснодаре в октябрьском СИЗО? Вот, да, вот видите, 19 февраля, 7.40 утра. Катерина Марченко показывает первое после исчезновения сообщение от мужа. Получила его спустя два месяца неизвестности. В декабре 2018-го Александр поехал в Донецк, чтобы забрать свою машину, и пропал. В этот же день его арестовали на таможне и держали на подвале, там два месяца. А потом перевезли незаконно в Россию. В России Александра обвинили в шпионаже. Хотя отношения к спецслужбам мужчина не имел. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политузником. На свидании с матерью Марченко назвал истинную причину задержания. Он ей говорит, за то, что я украинец. Они говорят, люто ненавидят. Они говорят, мне кричали, что я Бандера. Несмотря на недавние обмены, список узников Кремля все еще большой. Россия, Крым, людей 87. Опять же, мы точно не знаем про всех. Есть еще черная дыра. Место списка – это люди, которые находятся в оккупированном Орду. Представительница Украины в трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская сказала, что по ее информации 300 человек еще находятся. Но и она, и мы понимаем, что на самом деле мы не имеем возможности отслеживать. Если писать пленникам оккупированного Донбасса возможности нет, то узникам в России и в Крыму письма доходят. Именно они – главная поддержка незаконно осужденных. В тюрьме письма – это очень важно. Это самое важное. Ты можешь не поесть день, тебе не будет передача, тебе могут что-то с тобой делать. Письмо – все ждут писем. Поэтому пишите. Пишите, пишите. Что, о чем угодно. Просто как бы это очень поддерживают. Прямо очень. На протяжении всех лет российской агрессии письма узникам Кремля пишет один из основателей. Украинской хельсинской группы Мирослав Маринович. Он был политзаключенным советского режима. Прошел 10 лет лагерей и ссылок за пение заповита Тараса Шевченко на вечере памяти Кобзаря. Я вспоминаю эту роскошь души, когда в ссылке я начал получать открыточки, подписанные членами международной амнистии со всего мира. Мне писали из Франции, Голландии, Америки, Японии. Буквально несколько строчек, несколько теплых пожеланий. А душа радовалась целый день. Писать можно о чем угодно, говорят правозащитники. Ведь человеку за решеткой интересно все, что происходит на воле. Главное, на русском языке и без радикальных выражений. Ведь письма вычитывают цензоры. Отправлять в Россию можно почтой или же через электронную систему в СИН-письмо. К ней подключена часть российских тюрем. Письма для узников в Крыму просят отправлять на киевский адрес Центра гражданских свобод. Правозащитники передают их на оккупированный полуостров с помощью активистов и родственников политзаключенных. Любовь Задорожная, Наталья Гусак, Юлия Биль, ЮАИ-ТВ. Украина не будет платить за газ, который Россия поставляет в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко. По его словам, при подписании нового контракта на транзит «Газпром» отказался от претензий Киеву на оплату топлива с 2014 по 2019 годы. С 2020 года также нет никаких контрактных обязательств со стороны Украины оплачивать газ для неконтролируемых территорий. Если раньше был спор, потому что был контракт, который предусматривал точки входа газа на неконтролируемые территории, а значит туда якобы поставляется газ и «Нафтогаз» должен за него платить. Но теперь этот вопрос окончательно решен. С 1 января нет контракта на покупку. Мы не знаем, кто туда поставляет, сколько и кто должен за это платить. Осознанная мода. Украинец Максим Гавриленко создает альтернативу пластиковым очкам. Он делает их из кофе и льна. Такое право полностью разлагается в почве или воде и станет естественным удобрением после использования. Где кофейные очки пользуются наибольшим спросом и какие еще полезные товары планирует делать украинец, расскажет Анна Романовская. Это четвертая серия цикла об украинских экоинициативах. С момента идей до первой оправы прошло полтора года. Сегодня на оптическом рынке представлены уже 7 моделей и 34 вариации очков. То, что кофейный жмых – идеальное сырье для изготовления оправ, Максим понял моментально. Тон темного цвета, а классические очки – это черный цвет, они под все подходят, универсальные, классные. И Б – кофейного жмыха огромное количество. Это вторсырье, которое просто выбрасывается, а мы можем удавать вторую жизнь. На все этапы подготовки материала нужно 7 суток. На то, чтобы оправа приобрела товарный вид, уходит еще 2 часа ручной работы. Для создания очков в среднем достаточно жмыха с одной чашки эспрессо или же 15-20 граммов. У нас сейчас не такие большие объемы, чтобы мы перерабатывали весь жмых, который нам предлагают. Потому что были запросы, нам звонят из Колумбии и говорят, чуваки, у нас жмыха просто навалом, давайте мы будем отправлять вам. Из Лондона тоже самое звонили. Кофейными могут быть как и солнцезащитные, так и очки для коррекции зрения. Линзы для них также изготовлены из нетипичного материала. Это сейчас, наверное, самые экологичные линзы, что есть. Они сделаны из переработанного хлопка. В середине ноября проект презентовали на краундфаунтинговой платформе. Всего за сутки стартап собрал необходимую для развития сумму 10 тысяч долларов. Деньги потратят на модернизацию производства. Это удешевит очки в 2,5 раза. Наша главная цель на весну – это заменить и вытеснить китайские дешевые очки, которые продают по 500-600 гривен, на наши натуральные, органические, сделанные в Украине, сделанные из натуральных материалов. Кофейные очки не содержат микропластика и нефтяных соединений. Склеивает жмых вещество на основе растительного масла. Если вы их поместите в землю или воду на длительный срок, где-то на 10 лет, они начнут разлагаться без какого-то последствия для окружающей среды. 80% клиентов – это иностранные покупатели. В основном кофейные очки пользуются спросом в Японии, Австралии, США и Западной Европе. Максим уже ведет переговоры с инвесторами, чтобы построить предприятие. Производство планируют исключительно в Украине. Кроме очков хотят делать зубные щетки, тарелки, чехлы для телефонов и другие товары. У стартапа уже есть первые предзаказы – чашки для столичных кофеен. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Пока это вся информация, но менее чем через два часа. Приглашаем вас подводить итоги дня вместе с редакцией новостей на русском. Субтитры создавал DimaTorzok